И все, привет, ребят, с вами Страйк, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашей замечательной теме с мини-игрой. Сегодня мы вместе с вами будем делать уже следующие шаги, но сегодня я еще не выполнил никакие ежедневные заданки, поэтому сегодня мы вместе с вами быстро отправимся еще и поиграем. Выполним ежедневные заданки, которые вы видите на своих экранах. В принципе, все это дело выполняется смело за один матчмейкинговый бой. Ну и плюс получим последнюю супермиссию с 40 конфетами. Также на предыдущей серии с мини-игрой вы набрали практически 200 лайков, что свидетельствовало о том, что если мы набираем 200 лайков, то я приобретаю спецушку в магазине-игре за 2000 танкойнов. И сейчас я вам, в принципе, даже могу наглядно показать, какое количество мы набрали. Мы набрали 181 лайк. Я отлично понимаю, что такие цифры, ну, на обычных дефолтных видосах у меня в последнее время точно не набирались. И, соответственно, я для себя фиксирую как 200-ку грамотную. И как бы там ни сложилась ситуация с мини-игрой, куда бы я там ни дошел, ни зашел, ни зашел, там без разницы, да? Если я говорил о том, что 200-ка набирается, мы покупаем спецуху, то в связи с тем, что я еще до сих пор ни одной спецухи не купил, сегодня мы ее точно приобретаем. Ну и не забываем то, что все так же стараемся набрать 200-ку лайков, дабы уже в следующих сериях с прохождением мини-игры я также приобретал этот замечательный спецпак с 17-ю конфетами, ну и 5-ю обычными и 5-ю ультраконтейнерами. По сути, ультраконтейнеры в этом плане меня не особо интересуют. Здесь больше акцент идет, конечно, на конфеты, и нужно понимать, что 17-е это крайне-крайне мало, потому что с той везучестью, которая у меня сейчас имеется, дойти даже до молота, пульсара будет крайне-крайне сложно, но я верю. Сюда, возможно, возможно, в свое везение, то, что мы все равно будем стараться идти до конца в этой замечательной мини-игре, ну и создавать этот контент вокруг нашего Хэллоуина, потому что в этом году пока что у меня лично, ну такого прям хэллоуинского настроения и понимания, что Хэллоуин есть в нашей игре, особо нету. Наверное, это связано со спецрежимами, которые не особо сильно влетели в нашей игре и заинтересовали меня в целом, поэтому я буду стараться хоть как-то это замечательное хэллоуинское настроение, хэллоуинский ивент для себя, ну и для вас, конечно же, продвигать. Поэтому обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам нравится эта тематика, если вы хотите, чтобы я за двухсоточку грязную покупал спецуху. Нас закидывает на, ну, наверное, не самую лучшую карту для быстрого выполнения заданок, но, в принципе, постараемся здесь дать 150 тысяч урона. В принципе, стенок здесь достаточно, от которых можно будет покидать урончик. Ну и постараемся увести. Я взял викинга грома с как раз-таки вакуумными снарядами, с которыми можно здесь где-то от стеночки не кисло так побеймсить урона. Плюс мне надо прожать 20... 20 дэдэшек вроде, если я не ошибаюсь, но дэдэшки я точно здесь прожму. И надо еще... Что там было? Надо было еще... Набрать 500 опыта. Так, один резист у нас вышел. Было вроде как 3 резиста от меня. Ну и я смотрю, что там противничек один на молоте дуплете. Наваливает, да, Джазику. Ладно, хорошо. Мы постараемся поискать как раз-таки сплэш-урончик, чтобы подавать как можно больше урона по противнику. И чтобы наверняка у нас была возможность выполнить эту замечательную заданку. В принципе, наверное, за 7 минут я должен успевать это сделать. Ну и плюс, если мы еще поконтролим центральную оверку, будет вообще великолепно. Так, противник. Тританка право пушит. Отлично. Можно здесь накидочку оформить. От стеночки еще сверху добавляем. Хорошо. Блин, ну в плане наноса урона этот гром прям очень хорош. Когда есть большое количество всяких разных стеночек, можно отлично покидать урончик от них. И, соответственно, такую заданочку с легкостью выполнить. Но помимо урона мне еще надо успеть набить 500 очков. Ну, наверное, я пока что, пока что в эти цифры укладываюсь. Так, прожимает викинг вражеский овердрайв. Так, мы пока так на пассивных стоим. Ужас. Как же долго работает овердрайв на викинге. Ну, давайте прямым уроном попробуем здесь забрать оппонента. Так, есть возможность подпушинга. Туда я прострелить не смогу. Так, ну и смока мне тоже... Ох, блин, почти с воздуха хорошо. И тоже тычечку получилось накинуть. Так, у нас 130 очков. Пока что не все так гладко, круто, быстро у нас продвигается. Поэтому пробуем еще все кидать и кидать. Наш замечательный урончик. Блин, не попал. Тыченка залетела. Слабовато. Пробуем отверха. Пробуем. Ой-ой-ой, еще отверха хотел сказать. Но, к сожалению, сливаю себя. Так, сейчас у меня будет овердрайв. Плюс овердрайв у нас падает сверху. Успел бы я вжать бы овердрайв. И слить вот этого ладова. Хорошо. Так, под шарик чуть-чуть попадаем. Но ничего страшного. Отлично. Ой-ой-ой, хорошо. Хорошо. Есть контактик. Еще и плюс овердрайв поцелил. Попробуем сейчас влететь отсюда. Но тут уже рикошетчики меня принимают. Так, мы можем взять резист получше. Возьмем рикошет молот. Рикошет молот. Скорпион. От себя, конечно, резист не брать. Это рисковая немножко затея. Но, ладно. Будем считать, что я себя стрелять не буду. Хотя, если честно, я в это особо сильно не верю. Мне кажется, что сейчас все равно где-нибудь по себе эти тычки залетать будут. Так. Ну, у нас 4,5 минуты. Осталось не так много времени для того, чтобы затушить это количество очков. Так, ну, мы пробуем. Блин, себя съел. 250 есть. Еще 250 нам надо поднять. Скоро будет овердрайв справа. Постараемся его тоже подзабрать. Отлично. Урончик я точно здесь нанесу, по ощущениям. 150 тысяч. Должно здесь смело залетать. Блин, нехренеть, он меня забайтил на эту миночку. Так. И вижу, что противник, в принципе, здесь уже неплохо так утиковался. И овердрайв падает. Блин, самый неподходящий момент падает оверкот. Так, надеюсь, что сейчас шапп разрядит правую зону. Разрежьте, разряди, брат. Нет, не разряжает, к сожалению. И овердрайв забирает противничек. Так, ладно. Пока с оглушением это было читаемо, что мне залетит. Но сейчас, кстати, там противника 3, 4. 4, да? Кучкуется с правой зоны. По сути, я вообще могу попробовать прожать в них овердрайв. О, наш викинг уже эту реализацию производит. Мог, по идее, эту же самую реализацию произвести я. Так, пробуем еще от этого молодого чулубика забрать. Ничего не туда попал. Отлично. 2 500. Залетает. Еще 2 200. Ну и осталось 180 опыта. То есть, в принципе, сейчас я уже понимаю, что должен успевать. Но получилась такая, знаете, более катка на турбосушку какую-то. Я думал, что мы здесь больше поатакуем и попытаемся то увести-привести. Но получается так, что у нас катка складывается более в дефовом ключе. Да? Заберем, попробуем вот этого ареса еще. Ему как-то в упорчике там от стены не так много залетает. Почему-то. Хотя в моменте должен нормальный урончик залетать. Так, наши тиммейты пытаются здесь влететь на вражескую базочку. Пробуем от стеночки дать. Ну, давайте прожмем овердрайв. Попытаемся что-то тут в бэмдэнсить. Хотя бы какие-то киллочки, какой-то урончик. 4 кила есть. Хорошо. Шикарно даже, я бы сказал. Так, ну и пробуем вот этого еще. Магнума забрать. Так, одну тычку еще. Есть контактик. Ой-ой-ой-ой-ой. Как я по харечку не попал. 80 очков. И полторы минуты у нас. 100% я должен успевать выполнять эту заданку. Ну и по ощущениям 20 дэшек я тоже здесь перепрожимал. С тем учетом, как я прожимаю расходку на кризисе. 20 это, знаете, как самое маленькое количество, которое я мог здесь нажать. По ощущениям я здесь нажал все. Все 120, если не больше. Так, пробуем забрать еще кого-то. Здесь прям так плотно выпушили меня. Я уже три раза вроде как себя уничтожил. По сути у меня уже 500 есть. Но чернушка, конечно, с точки зрения карты под увозы флага, она очень тяжелая в соло-гейминге. Если вы играете группой, то есть у вас еще возможности какие-то увозить. Но даже в группе бывают бои, в которых ну прям очень, прям очень тяжело что-то сделать. Но все равно можно. Отличная критовая миночка залетает. Пробуем от стеночки здесь по смоке добавлять. Ну и на одну тычку он остается. Благо все заданки я выполнил. Это очень хорошо. Это даже, я бы сказал, отлично. Великолепно. Шикарно. Ну и сейчас уже мы можем пойти в нашу мини-игру. Который, я надеюсь, что мне сегодня тоже повезет. И возможно, ни разу не откинет. Забираем все заданки. Те, которые у меня имеются. Так, в магазине у меня ничего не имеется. Зачем я в магазин зашел? За счет 17 вот этих вот конфет у нас получается еще плюс 2 хода. Потому что я с ежедневных заданок уже третий раз забираю. И плюс ластовая заданочка контентовая с 40 конфетами. Перемещаемся на нашу мини-игру. Закрываем эти замечательные вкладки, которые нам не нужны. Было 16. Стала барабанная дробь. Тру-ру. 85. 85 конфет. Ну и у нас есть полноценных 8 шагов. Пробуем. Пробуем, смотрим. Нам осталось 4 острова до второго. Плюс 1. Откидывать отсюда меня не может. Потому что меня отсюда уже откидывало. С этих двух меня точно не откинет. Потому что я знаю, что с них не откидывает. Ну и целых 40 энергии мне пришлось потратить. Дабы дойти до острова. Меня могло плюс 2, плюс 3 плюсануть. Я бы быстро долетел. За этот круг мы получаем 100 танкоинов. 5 обычных контейнеров. 6000 кристаллов. 135 батареек. 10 ядерных энергий. Слот, который мне точно не нужен. И у меня не может его быть. Ну и устройство подавляющий выстрел на молот. Который у меня также и есть. Один круг. Наконец-то я прошел. За 30 ходов. Напишите, за сколько ходов вы прошли этот чекпоинт. Я более чем уверен, что вы на это все дело потратили значительно меньше энергии. Но на этом мы сегодня еще не заканчиваем. Пробуем вбэмсить дальше. И плюс 1. Это слабовато. Плюс еще 1. Может быть плюс какую-то контентовую двоечку, троечку. Сейчас главное, чтобы меня вот отсюда на самую первую не откинуло. Иначе будет в этом плане грустновато. Но это плюс 1. И минуса нету. Мы забираем первые 100 тонкоинов. Становимся на планету остров. С которого в теории меня могло откидывать. И у меня есть ощущение, что, кстати, вот этих вот тыковок грустных стало уже после этого круга больше. Но, как вы видите, нам остается 18 островов до третьего чекпоинта. С вас по смакой и с блендербасом. Но это явно не то, что я хотел бы видеть. Ведь я, конечно, ну как минимум, как минимум, хотел бы дойти до молота пульсара нового. Но еще лучше, конечно, дойти до викинга, до молота. Демоник. Это было бы вообще максимально жестко и великолепно. Пишите, что вы думаете по поводу этой замечательной мини-игры. Где вы находите сейчас? Сколько ходов вы сделали? Напишите. Будет очень интересно почитать данную информацию. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если он вам понравился. Если вы хотите видеть больше видеороликов, связанных с нашей замечательной мини-игрой. Также не забывайте, конечно же, подписываться на канал. Не забывайте о том, что у нас в Дискорде есть ссылочка. Ой, ссылочка в описании есть на Дискорд. В котором все оповещения о стримах и видеороликах приходят. Поэтому, если вы вдруг в нашем Дискорде еще не сидите. Не знаете о том, что он имеется. В описании можете перейти, присоединиться. Ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный так это так темпе. Уже в это воскресенье, если вы смотрите видеоролик, ну, условно, 31 октября. Октября, может быть, в начале ноября. Знаете, что уже, получается, седьмого, если я не ошибаюсь, седьмого, нет, даже шестого, шестого ноября у нас будут итоги замечательного розыгрыша по моему личному тегу. Поэтому, если вы вдруг еще не участвуете, либо там производили покупочки по тегу, но еще не заполнили формочку, то в описании форму заполняете. Вы участвуете в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.